Минувшая неделя обошлась без громких мировых премьер, а вот российский рынок пополнился несколькими интересными моделями. Так, пропустив поколение, к нам вернулся минивэн Kia Carnival. Перечень доступных двигателей расширили Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Isuzu объявил все цены на новый пикап D-Max. Volkswagen привез к нам новейший Keddy, а у калужских каблучков Citroёn и Peugeot появился родственник под маркой Opel. Первая гонка Формулы-1 в этом году прошла необычно, на автодроме Сахир. Но главное, в чемпионат вернулась интрига. Квалификацию выиграл пилот не Мерседеса, а Редбула. Причем Макс Ферстаппин опередил Льюиса Хэмилтона лишь на 0,4 секунды. В гонке пидстопы удачнее спланировал Мерседес, однако это вовсе не было предопределено. Ферстаппин атаковал, но выехал за пределы трассы и вернул первую позицию по команде из боксов. В итоге гонку выиграл Льюис, а Макс отстал менее чем на секунду. Третьим финишировал Валтери Боттес, четвертым Ландо Норрис. Напарник Ферстаппина Серхио Перес стартовал с питлейна, но прорвался на пятую позицию. Себастьяну Фетелю смена команды пока не помогла. Квалификацию немец закончил аж 18-м, а в гонке ошибся на торможении и выбил и себя, и Эстебана Окана. Дебютант команды Альфа Таури Юки Цунода заработал очки в первой же гонке. Чего нельзя сказать о пилотах Хаас. Бориды в цветах российского триколора едут посредственно, поэтому Мику Шумахеру и Никите Мазепину приходится трудно. Уворачиваясь от Мика уже на первом круге, Никита вылетел в отбойник, а вот Шумахер доехал до финиша 16-м. Регламент младшей Формулы 2 в этом году изменился. Вместо двух гонок за выходные проводят три. Две короткие в субботу и одну длинную в воскресенье. Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман закончил первую гонку четвертым. Во втором заезде Роберту пришлось сойти. А в третьей гонке россиянин приехал седьмым, но получил два дополнительных очка за быстрый круг. Всего их у Роберта 16, и по итогам этапа Шварцман стал восьмым. Переходим к гражданским новостям. У Мерседеса готовится еще один флагман. Помимо седана S-класса и кроссовера GLS, немецкая марка готовится выкатить электрический EQS на новой платформе, созданной специально для электричек. Это будет просторный лифтбэк с неожиданной компоновкой передней панели шириной под полтора метра, в которую встроены дефлекторы вентиляции и несколько дисплеев. Так перед водителем расположен приборный экран диагональю около 12 дюймов. По центру тачскрин на 18 дюймов. А еще один сенсорный дисплей расположен перед пассажиром, чтобы тому было чем заняться во время поездки. Немцы сразу уточнили, что HyperScreen, как назвали цельное экранище, будет платной опцией. И это тот случай, когда доплатить однозначно имеет смысл. А вот Lexus не торопится. Первая батарейная модель появится не раньше 25-го года, Пока мест японцы выпустили концепт под названием LFZ Electrified. У шоукара 4 мотор-колеса, суммарной отдачей свыше 500 сил. А батареи должно хватить на 600 километров пробега. До сотни электрифицированный Lexus умеет ускоряться за 3 секунды. Известен также вес 2 тонны 100 килограммов. И длина почти 4,5 метра. Обсуждать дизайн, пожалуй, не имеет смысла. Скорее всего, за те 4 года, что Lexus будет готовить серийную версию, этот образ придется изрядно подправить. Закончим электротему маркой Kia, которая выкатила свой первый электромобиль на новой батарейной платформе. Это Crosshatch EV6, который оказался немного крупнее универсала Ceed. На выбор предложены 4 модификации. Задним или полным приводом, а также двумя вариантами аккумулятора. Отдельно заявлено горячее исполнение GT, отдача которого без малого 600 сил. И, конечно, шестерка поддерживает самые мощные зарядные станции, так что зарядка на 80% занимает меньше 20 минут. Уже летом продажи модели стартуют на родине, в Южной Корее, а в сентябре-октябре новинка бросится покорять старый свет. Британцы из Bentley давно завели традицию выпускать для модели Continental быструю версию Speed. Правда, в новом поколении двухдверки скоростная модификация удивляет не столько динамикой. Ведь 6-литровый мотор форсирован чрезвычайно умеренно. Поэтому динамика улучшилась совсем чуть-чуть. Зато купе впервые заполучило полноуправляемое шасси. А еще спиду полагается электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала, усиленные тормоза, доработанная подвеска плюс перепрошитая коробка передач, которая меняет передачи вдвое быстрее обычного. Марка Альпина, что знаменита своими доработками автомобилей BMW, представила свое видение баварской 8-й серии. Притом под переделку первым пошло четырехдверное Гран-купе. А не пижонские двухдверки. И этому есть внятное объяснение. Как известно, ребята из местечка Бухлоя пытаются делать не экстремально быстрые, а невероятно комфортные машины. С этих позиций восьмерки перенастроили 8-диапазонный автомат и полноуправляемую трансмиссию. Сзади установили самоблокирующийся дифференциал, а в подвеску инсталлировали адаптивные амортизаторы. Под капотом скрывается доработанный V8, отдачу которого удалось нарастить на добрую сотню сил. После этого вполне логичным шагом стало внедрение тормозов Брэмбо. Притом, по желанию, их можно заменить углерод-керамическими механизмами. Любопытно, что Альпина B8 вышла тяжелее и медленнее родственного BMW M8, хотя цены обеих чрезвычайно близки. Опять же, у этих авто разная идеология, включая даже дизайнерскую. Если BMW выставляет на показ свою исключительность, то распознать Альпину помогут фирменные колесные диски да скромный обвес кузова. Марка Kia опубликовала полный прайс-лист минивена «Карнивал». Модель делают на калининградском автоторе крупноузловым способом. Проще говоря, в Россию приходят полностью комплектные кузова, силовые агрегаты и узлы шасси, которые остается собрать воедино. Любопытно, что новинка позиционируется как Grand Utility Wickle, то есть большой утилитарный автомобиль. В новом формате этот Kia стал похож на кроссовер, и не только внешне. Ведь построен «Карнивал» на платформе Sorento, только с передним приводом. Гамма моторов тоже общая. В нее входят турбированный дизель и бензиновый атмосферник, с которыми идет 8-ми диапазонный автомат. В начальную комплектацию за 2 миллиона 600 тысяч рублей включены 7 подушек безопасности, продвинутая медиасистема, светодиодная оптика, камера заднего вида, плюс пара кондиционеров спереди и сзади. Шкода Октавия вышла на российский рынок под конец прошлого года с единственным турбомотором 1.4, что задрало стартовую цену аж до полутора миллионов рублей. Теперь новинка примерила атмосферный 1.6 отдачей 110 сил. Этот двигатель, сборка которого налажена под Калугой, должен был сделать модель заметно доступнее. Но не сделал. С 6-ти диапазонным автоматом безнадувный вариант стоит 1 миллион 473 тысячи рублей, то бишь всего на 3 тысячи меньше, чем просят за турбоверсию на механике. Кроме того, в гамму ворвался 2-х литровый турбомотор мощностью 190 сил. Он наделяет скромницу Октавию лихим темпераментом. Вот только отдать за быструю версию придется без малого 2 миллиона рублей. Как и новая Октавия, рестайлинговый Volkswagen Passat до сих пор продавали в России со 150-сильным турбомотором 1.4, который, откровенно говоря, не отвечал статусу машины. Но теперь для заказа стала доступна более мощная 2-х литровая версия. Седан в средней комплектации «Бизнес» отдают за 2,5 миллиона рублей. То есть доплатить за мотор нужно 90 тысяч, при том, что в цену 2-х литровых машин уже включен пакет «Эрлайн», который у аналогичного Passat 1.4 является платной опцией за 100 тысяч рублей. Обратимся к коммерческой технике. Марка Isuzu опубликовала прайс-лист на свежее поколение пикапа D-Max. Стартовый ценник по 3 миллиона рублей поначалу шокирует, хотя на самом деле вполне справедлив, ведь столько же стоит дизельная Toyota Hilux. Базовая версия считается коммерческой, поскольку имеет полуторную кабину. В список оборудования включены 6 подушек, система стабилизации, кондиционер плюс датчики дождя и света. За двухрядный пассажирский отсек придется доплатить ровно 100 тысяч сверху. Бонусом идут медиасистема, круиз-контроль, камера заднего вида и легкосплавные колеса. А если расширить этот перечень, то стоимость можно довести до 3,5 миллионов. За что платим? В основе актуального поколения лежит новая архитектура, принципиальное отличие которой – гораздо более легкая и жесткая рама. А свежий кузов современнее и просторнее прежнего. В гамме моторов лишь трехлитровый турбодизель. Начиная со средних комплектаций, вместо шестиступенчатой механики можно заказать шестидиапазонный автомат. Грозный соперник Исудзу, Volkswagen Amarok, напротив, покинул российский рынок. В немецком Ганновере выпуск пикапов прекратили прошлой весной. А завозить автомобили из Аргентины или Алжира российский офис марки не решился. Надо сказать, что модель пользовалась весьма ограниченным спросом. В прошлом году своих владельцев нашли около 800 представителей семейства. Между тем, дилеры Volkswagen уверены, что модель вернется примерно через год. Но в новом поколении, которое окажется ближайшим родственником будущего Ford Ranger. Каблучок Renault Kangoo только что перешел в третье поколение. Французы удивили. По правому борту боковые двери, сдвижная и распашная, открывают проем без центральной стойки. В итоге для погрузки багажа раскрывается полутораметровый портал, а называется хитроумная система OpenSezame, то бишь Сезам, откройся. Вторая инновация – стеллаж для длинномеров под потолком. Моторов всего пять. Пара версий бензиновой турбочетверки, что знакома россиянам по Аркане и Дастеру, а также троица дизелей одного объема. В продажу пойдут стандартные и длиннобазные варианты, которые вскоре обретут пассажирские версии. Из любопытного отметим износостойкую обивку, усиленную звукоизоляцию, а также возможность организовать настоящий мобильный офис. Для этого есть складной столик, беспроводная зарядка смартфонов, плюс несколько розеток. Давно ли автомобильные бренды создавали модели специально для российского рынка? У нас имеется свежий пример такой заботы. Opel выводит пятиместный микровэн Combo Life, созданный на основе фургона Combo. Правда, гордиться здесь нечем, ведь семейный Opel появился для количества. К облучку Peugeot Partner Crossway или, если хотите, к Citroen Berlingo Multispace, лишь прилепили шильди к молнию. Собственно, вся троица партнер Berlingo Combo выпускается на заводе под Калугой. А саму производственную линию к нам перевезли из Испании, где вторая генерация каблучков выпускалась с 2008 по 2018 год. В Европе аналогичной машины никогда не было. Оригинальный Opel Combo тех времен был клоном Fiat Doblo. Но теперь марка Opel принадлежит французам, которые решили ударить по российскому коммерческому сегменту сразу тремя моделями. Моторная гамма у них идентична, однако Opel сделан дороже и богаче своих родственников. Уже в базовой комплектации ему положены сдвижные двери по обеим сторонам, складные столики на втором ряду и подогрев лобового стекла. Старт продаж назначен на середину апреля. Словно на контрасте, прайс-листы новейшего Volkswagen Caddy. К нам привезли грузовой и пассажирский варианты, но силовой агрегат всего один. Это сочетание бензинового атмосферника и механической коробки. В начальную комплектацию включены кондиционер, медиасистема, обогрев сидений и система стабилизации. Но цена самого обычного фургона почти 2 миллиона рублей, и это за стандартное короткобазное исполнение. Любопытно, что для коммерческой машины можно заказать боковое остекление и задний диван. Хотя полноценная пассажирская версия с более качественной отделкой салона и богатым набором оборудования стоит 2 миллиона 200 тысяч толковых. Имея 2,5 миллиона, можно замахнуться на крутой кемпер Калифорния. Напомним, что Caddy наконец переехал на платформу MQB. Главным следствием этого стал отказ от рессорной подвески сзади. Теперь там стоят пружины. Оценить преимущество такого решения покупатели смогут летом, когда стартует продажа живых экземпляров.